Мне совсем не больно. Фу! Закричал он. Эту розу и точит червь. А та самая кривая. Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева присоединяется ко всероссийской декаде инвалидов, которая традиционно проходит в первой половине декабря, запуская акцию «Музей для всех». Задача акции – привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни. Мы работаем в разных направлениях – с глухими и слабослышащими людьми, мы работаем с незрячими и слабовидящими людьми, мы работаем с людьми, у которых есть особенности с передвижением, мы работаем с посетителями с ментальной инвалидностью. В большей степени мы работаем с коррекционной школой в самых разных этих направлениях. В данном случае мы сейчас находимся в замечательной школе-сад для незрячих, слабовидящих детей. И мы приехали сюда в рамках декады инвалидов, чтобы показать самый наш уютный проект «Сказки с молоком». В состав учреждения входят два направления – дошкольное и начальное общее образование. Кроме обычных общеобразовательных предметов, есть коррекционные курсы, в рамках которых происходит развитие сохранных анализаторов. Это мелкая моторика, мимика, пантомимика, ритмика и ориентировка в пространстве. Мы очень рады сотрудничеству. У нас сотрудничество долгосрочное в рамках нашего договора с музеем Арсеньева о сетевом взаимодействии. Наши дети очень любят поездки в музей Арсеньева, очень интересные проводятся мероприятия, интерактивные. Дети очень рады такому сотрудничеству. Дети социализируются на таких проектах, учатся общаться друг с другом, со взрослыми людьми, с актерами. Живое общение очень полезно для наших детей. «Сказки с молоком» – это оригинальные спектакли, в которых сплетаются народная мудрость, авторская фантазия и современные технологии. Дети отправляются в удивительное приключение, прихватив с собой вкусности – стакан молока и сладкое печенье. В этот раз музей Арсеньева показал сказку «Снежная королева», которая идеально подходит под тематику новогодних праздников. Это что-то вроде сказки, которая создается на глазах у детей. То есть мы рассказываем, наш чтец Михаил рассказывает сказку. Сегодня я за иллюстратора, я в режиме реального времени создаю иллюстрации по этой сказке, и изображение передается на экран, который видят дети. То есть они наблюдают за созданием мультипликации, грубо говоря, которая создается на их глазах. Проект уникальный и всегда вызывает определенную восторгу детей. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.